В смысле, что после процесса мы никогда не делали шеринга, проговора, и он считался самодостаточным. Но в силу того, что у нас тренинг совершенно в другом контексте, то есть символы сознания и сознательного, то нам необходима после любого процесса некая аналитическая работа. И эта аналитическая работа необходима для того, чтобы понимать, что с тобой происходит. То есть по большому счету ты чувствуешь, что ты думаешь насчет того, что ты ощущаешь, что ты думаешь насчет того, что ты думаешь. И по большому счету заняться некой рефлексией по поводу того, что с вами происходит. И в самом лучшем варианте очень хорошо понимать, почему к тебе приходят такие мысли, таким образом организовывается поток мыслей. Почему приходят к вам такие чувства, чем они детерминированы? Они детерминированы взглядом другого человека, они детерминированы движением другого человека, они могут быть детерминированы просто запахом другого человека. Или это какие-то ваши внутренние ассоциации, что провоцирует ваш интеллектуальный, эмоциональный двигательный дискурс. И такого рода анализ необходим только для того, чтобы вы повышали свой уровень рефлексии и утончали свое понимание. Своё понимание в том числе на анализе такого плотного процесса, который вы сейчас проходили, а он очень плотный, он эмоционально очень плотный, он в контактах, он плотный в социальной интеракции, то есть в социальном взаимодействии. Чтобы провести час 15 в интимной зоне нескольких человек, 7 человек, такого в профанической, в обыденной жизни у вас не встречается. И тем более, тем более, чтобы смотреть друг в друга в глаза в течение 7-10 минут, а еще и дышать вместе, для вас это чрезвычайно необычный опыт. И аналитическая работа с этим опытом, я думаю, он в конце концов будет способствовать тому, чтобы вы могли анализировать еще свои жизненные ситуации. Когда работаешь с плотными вещами, более, я бы сказал, неинтенсивными, более, даже я бы сказал, тривиальными вещами, для вас, я думаю, будет более легко. И более того, более того, я думаю, что у вас могут сформироваться за время этого тренинга так называемые аналитические алгоритмы и аналитические астоматизмы. Чтобы вы все время понимали, что с вами происходит. И чем спровоцировано, чем спровоцировано то, что вы делаете сейчас, вы думаете сейчас, вы чувствуете сейчас. То есть, на основе каких-то детерминат строится ваше мышление, ваши эмоции, ваше поведение. И у вас было 7 процессов. Попробуйте проанализировать, проанализировать хотя бы, хотя бы, ну, там, я не говорю о 7 состояниях самых интенсивных, которые у вас были. Вот, ну, хотя бы 5 состояния, которые у вас были. Вот, да, и эмоциональные состояния, может быть, они связаны с необычным для вас поведением, может быть, они связаны с необычными для вас мыслями. Вот, то есть, вот, посмотрите, там, вычлените самые яркие 5-7 ваших переживаний, вот, и попробуйте проанализировать, почему это происходит. Вот, вот, как вы мыслите ваше чувствование, вот, как вы мыслите ваше телесное переживание, как вы мыслите ваше действие. Вот, алгоритм понятен, вот, и, значит, приблизительная схема проговора понятна? То есть, вам не надо, значит, вот, как это, там, полностью проговаривать 7 процессов. Проговорите 5-7 самых интенсивных ваших, вот, переживаний, связанных или с действием, или с движением, связанных с какими-то особыми идеями, или связанных с особыми эмоциями, и чувствами, и, может быть, желаниями. В крайнем случае, в крайнем случае, вот, есть, как бы, дифференциация, дифференциация неких исключительных эмоций, вот, есть, тут явно был в нескольких местах удивительный экстаз. Вот, там, первая ваша пара, там, как начала дышать, да, испугала всех, своей интенсивностью, я понял, что там пряно. Вот, и там был экстаз такой, ну, я бы сказал, поскольку романский экстаз, там, убойство энергии, безумие чувствам, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и это, это вот одна из форм, форм эмоций, переживаний на грани. Вот, вот, ну, на грани, так-то, там, неуправляемости, так-то, безумие, не ума. Вот, когда энергии много, очень сильные эмоции, очень сильные желания, вот, когда человек отпускает себя сильной, мощной энергией, вот, это называется экстазом. Вот, как правило, экстаз там связывают, там, умерть или ад, это шаманский экстаз. Но экстаз не, изначально не касался шаманизма, вот, ну, шаманизм тоже правильное название, почему, потому что так-то шаман, это самана, вот, само происхождение слова. Но экстаз, экстаз, это переживание во время мистерий, огромных мистерий, когда люди, на самом деле, себя отпускали, вот, эллифсинские мистерии, вакханалии, вот, когда люди отпускали все тормоза и переживали мощный подъем энергии, вот, мощный драйв, вот, мощные силы, такие переживания безудержные, вот, вот, безудержные, вулканические, вот, и, конечно, конечно, существует совершенно другая крайность, да, вот, это инстаз, опять-таки, само понятие, оно греческое, греческое, и инстаз, это внутреннее состояние, внутреннее состояние, это внутреннее переживание, которое, которое возникает, возникает, оно тихое, тихое, вот, и, это тихое переживание, оно, переживание, связанное, там, с умилением, вот, с медитацией, на прекрасное, вот, ну, например, вы, там, сидите вечером и смотрите на закат, да, вот, и у вас будет возникнуть состояние эстаза, или вы видите красоту природы, и у вас возникает состояние умиления и тихого восторга, или вы смотрите, как смеется ребенок, ну, уже сами не можете смеяться, а в итоге, не прет уже. И когда ты видишь, там, как это, вот, видишь красоту, да, вот, и у тебя возникает вот это восхищение, восторг на тихий восторг, вот, это состояние философа, вот, состояние аторакции, вот, тихое состояние, уже не вовлеченное состояние, но в нем есть вот это, вот это тихое умиление, от того, что там жизнь происходит, от того, что там красота существует, от того, что существует истина, от того, что существует бренность, от того, что существует вечность, от того, что, вот, что есть, там, я не знаю, там, простота и красота самого бытия, вот, и так далее, и так далее, и так далее, вот. И есть неологизм, он недавно возник, вот третьего состояния, вот по большому счету неологизм это чисто европейское такое приобретение, вот и это третье состояние связано с энстазом, энстаз. И что касается этого энстаза, представители холистических движений, и в том числе представители движения за человеческим ресурсом, они этой категории обозначили то, что связано с просветлением. Вот это точка слияния, точка слияния Атмана с Брахмананом, это точка слияния индивидуального сознания Аллаевичняни, индивидуального сознания с сознанием Будды, с Нирваной. Вот, и это слияние души с духом, вот в христианском отношении, которое тоже является присветлением. Это в конце концов христианство, это слияние сердца человека с сердцем Иисуса, вот слияние, когда оно одно пространство. И вот, чтобы, или там, извините меня, постижение дао, вот если брать там даосизм, да, вот, это состояние оша, чань буддизме, оша. Это предельно продвинутости, самадхи, самадхи и нирваны переводятся одинаково, целостность. Вот, и в конце концов, в конце концов, вот, это растворение индивидуального эго в Боге, Аллахе, вот, третья ступень там суфийского движения. Вот, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, чтобы вот не заморачиваться приведением многих-многих традиций, понимаете? Вот, придумано было одно слово, энстаз, то есть кияния индивидуальности, индивидуальной души, я здесь, там, с холотропным сознанием гробовским, вот, вы понимаете? Вот, вот, тхармакай летит его за ногу, летит его за ногу, это не касается тхармакай. Понятно, да? Вот, и, но я не очень верен, что вы тут, а отчет я знаю? Может, вы смотрели в глаза другого человека и там видели, о, ка, дух. Возможно? Возможно? Возможно, переживание энстаз. Вот, вот, смотрите, я вам привел, привел, как бы, три маркера, там, состояния удивительных, и которые являются чрезвычайно ценными. Ценными. Вот, ценными для человеческого существования. Вот, и, то есть, энстаз – это вершина философствования. Вершина. Экстаз – это вершина всех гедонистических культур. Гедонистических культур. Вот. И, в конце концов, все духовные традиции заморочены на энстазе. Вот, вы понимаете? Вот, вот, заморочены. Это краеугольный камень всех духовных традиций. И вот, вот, крайность тишины и крайность сияния. Вот, треугольник, я бы сказал. Треугольник. Треугольник состояний. Ну, и так-то великий треугольник состояний. Вот, почему? Потому что, в конце концов, если говорить о самореализации, самоактуализации, нас в основном, в основном, ассоциируют, и Абрахам Маслоу, Карл Роджерс и так далее, они нас ассоциируют с творческим экстазом. Вот, вы понимаете? Полная трансценденция сознания над бытием и захвачен творческим процессом. Вот, и, то есть, все психологические традиции, в том числе, которые сформировались, они нас тащат или туда, или туда, или туда. Вот, понятно? Трансперсональная психология, конечно, нас тащит в инстаз. Вот, вы понимаете? Вот, и так далее. Вот, ага. Я понял, что у меня есть потенциал, чтобы сделать самому проговор, вот, и затем тихо уйти на ужин. Вот, и так, давайте, возвратимся опять. Вы запомнили три слова? Да. Экстаз, инстаз, энстаз. Вот, если вы запомните эти три слова, вы уже будете очень крутыми. Самое главное, чтобы вас кривая Эбенгауза не догнала. Это кривая Эбенгауза. Это кривая Забывание. Она систематически достает. На семинаре Умный, вот только за кончик соседа троллейбус, какая кривая вообще, это, скосы, не семинар. Так, ну, понимаете, бывает, такие фитоменты, бывает. И затем идет припоминание. Ну, ладно. Садитесь в четверки, 16 человек, и сделайте проговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!